Ты приходишь и говоришь, я честный, все, будем сейчас развивать, будем выбивать бабки на благоустройство деревни. Приходишь, а там сидят лысые дядьки, которые воруют лес уже лет 50 и не собираются вообще никого пускать туда к себе. И они тебе говорят, ну так не получится, так у нас вот не делается, и что ты будешь делать? Приветствую, что расскажете? Да ничего особо рассказать. А что сейчас вы тогда делаете? Слушаю в основном. Как у вас жизнь проходит в вашем городе? Работа, отдых. Работа, отдых. Всем довольны? Да, ну по большей части, да. А чем недовольны по меньшей части? Ну, даже не знаю. Денег было больше. Ну да, деньги, это сейчас, особенно сейчас, доллар 76, по-моему, да, уже? Честно, когда перестал следить уже. Новость его читал, что, вот последнее, то, что как раз, только прочел. Россия так и не смогла достичь цели импортозамещения и покупать санкционку через третьи страны. То есть вот это все, что разговоры, то, что нам вообще санкции нипочем. Мы можем спокойно заменить все внутренним продуктом. Ну, то есть, это сказки, что рассказывали все. Ну, вот еще раз, Алла Белорусская, я очень вкус. Нет, это все понятно. То есть, через третьи страны Россия закупает сейчас много товаров. То есть, например, вот из Китая они покупают что-то, да. Но это же те же самые товары, которые они покупали раньше, только через третьи страны. То есть, третья страна закупает эти товары в Европе, а потом у этой страны Россия как бы перекупает. Она платит больше, естественно, переплачивает себе же на зло. Ну, ничего страшного в этом нету, я думаю. Нет, ничего страшного. Но вы не видите разницу, начиная с 14-го года и вот до 20-го? Что все хуже, хуже, хуже и хуже? Или у вас все в порядке? Никакой разницы не видите? Да, особо нет. Значит, вы тогда один из очень немногих. Потому что я здесь очень много общаюсь в чат рулетки. Люди жалуются очень сильно. Ну что? На то, что все дороже стало, зарплаты меньше стали, увольнений больше стало, воруют еще больше власти и так дальше. Пенсию подняли вот недавно. Подняли пенсию? Ну да, на 5 лет выше. За Крым, надо же как-то отвечать. Да, возраст пенсионный. Ну да. Пенсионный возраст, да. Ну, а что жаловать, а что это изменит? Никак не изменит. А то, что в России продолжительность жизни не такая, как в развитых странах. Вас не смущает, что люди уходят от пенсии и через пару лет умирают? Ну, некоторые даже и не выходят. Ну, некоторые не выходят. Ну, статистически, если смотреть. То есть, для того, чтобы поднимать пенсию, сначала поднимите уровень жизни, как в развитых странах, чтобы говорить о том, что вот там же тоже поднимают. Ну, там и уровень жизни поднимается очень сильно. Сейчас средний возраст в развитых странах 80 лет. 78-82. Япония, по-моему, 82 или 85 даже уже. Ну, мне кажется, разговаривать о повышении уровня жизни, пока у нас медицина в таком состоянии вообще не приходится. Нет, это все правильно, да. Но есть причина, почему так происходит, правильно? Медицина и все остальное. Но, тем не менее, пять лет подняли людям, люди же обозленные сейчас, вы согласны? Вот я общаюсь здесь с людьми, которые должны были выйти на пенсию скоро, и они говорят, мы не можем выйти, потому что подняли пенсионный возраст. Но это все отголоски, вот санкции, отголоски Крыма и всего этого. Донбасса, Сирии. Где там еще этот неловимый Джо хочет повоевать? Ну, нефть как-то надо же продавать. Ну, а нефть, она в цене падает, и с каждым годом будет только хуже, потому что идет альтернативное топливо. Сейчас многие страны поставили себе план до 2030 года вообще, чтобы машины были только на электричестве. Ну, это просто дело времени. Один-то, 30-го года, другие-то, 50-го, 100-го, но все идет дело к тому, что будет альтернативное топливо. И будут делать разные вещи, и нефть будет вообще стоить копейки, она будет никому не нужна. Поэтому только на одной нефти далеко же не уедешь. Ну, да. Надо будет искать альтернативы. Ну, а с кем их можно искать? Вот при той власти, которая сегодня есть, разве можно альтернативы искать? При той власти, которая сейчас есть, нельзя даже на каком-то маленьком уровне что-то наладить. Допустим, хочешь ты построить метро, допустим, в городе в каком-нибудь, кто тебе даст разрешение? Пока взятку не дашь огромную, никто тебе ничего не разрешит. Ну, это да, точно такое есть. Все захвачено, захватила группка людей, маленькая, захватила всю Россию. И взяла людей в заложники, и просто воруют, делают, что хотят. Людям ничего не преподает практически. Особенно вот в последнее время. Причем самое интересное, что вот за вот эти вот 7 лет, да, пока там Россия получала санкции и все. Те, которые вокруг Путина находятся, они продолжают кушать, потому что они закупают санкционку и все, что хотят. А наказан народ, в принципе. А как вы думаете, почему вот народ в большинстве своем, да, ничего не делает, не предпринимает? А что можно предпринять? Ну, в разных странах предпринимают и предпринимали раньше. Это же Россия не единственная страна, в которой что-то шло не так. Многие страны проходили свое развитие через какие-то негативные вещи, да. Но потом они учились от этого, какой-то урок получали и больше к этому не возвращались. А Россия уверенными шагами идет на те же грабли, как Советский Союз. Разругала со всеми миром. Ну вот есть же у нас пример с Белоруссией. Вот они же хотят что-то изменить, да, выходят. И что меняется? Ничего, дед автомат взял в руки и говорит, все, пленных не берем. То есть даже у них, даже старый дед, а у нас я вообще сразу же выйдет ОМОН на улице и всем пизды раздаст и все. Нет, это все понятно. Люди, в всяком случае, они что-то пытаются предпринимать. Они же хотят это сделать все мирным путем. То есть в Белоруссии идет такой протест, что люди говорят, мы хотим мирно попробовать это сделать. То есть чтобы власть в конечном итоге поняла, что все равно нужно делиться властью, все равно нужно уходить. И знаете как? Вода камень точит. То есть потихоньку, потихоньку. Когда в Украине начиналась вся революция достоинства, тоже она не за два дня произошла и не за пять дней. Примеров разных стран есть много. Одни страны буквально за два дня свергают власть, другие это идет месяцами, может быть и год это продолжаться. Но если ничего не делать, тогда вообще никогда ничего не будет меняться. То есть идеальный вариант, конечно, мирным путем, чтобы власть демократическим путем делилась своей властью, чтобы люди могли получать и баллотироваться на разные должности во власть, и чтобы их пускала действующая власть. Но это же ничего не происходит сейчас. Ну, мне кажется, пока старики все эти живы, молодежь же сейчас учится на эти должности, идет молодежь на управление, в Государственную думу, на стажировки там проходят, развиваются. Но они не могут там жить, пока старики в руля сидят. Они пытаются что-то делать, но их душат еще вообще в зачаточном состоянии. Там просто невозможно. Но эти старики, они своих детей ставят потом на занимающие должности. А даже, вот хороший пример, Северная Корея, да? Вот этот Ким Чен Ын, он же учился в Европе. Он учился в Европе, он как бы знает, как живут люди в демократических странах, а потом приехал к себе и понимает, что абсолютная власть, она лучше, чем демократия. Для одного человека абсолютная власть лучше. А для большинства населения страны, конечно, демократическое лучше. Потому что тогда есть конкуренция, тогда есть, могут быть прорывы, про которых Путин сегодня говорит и никак не может их получить. У него все ворует, включая даже самых близких людей ему. Вот сейчас рассказали, кстати, что взять его, ну, так как бы, никто же не знает, или это настоящая дочь, но все как бы понимают, что это дочь его. Что взять его там, стал миллиардером, как только он женился на ней, и там за несколько дней он купил миллионов раз, вот такой кто-то писал статью, если читал, не знаю, насколько она правдивая, что он купил предприятие, которое занижено в цене, там, в миллионы раз. Повезло, да? Ну, так сказать, да, повезло. И так у них дети рождаются, потом они передают эту власть детям, те садятся за эти столы, и тоже думают, зачем нам делиться властью, если мы можем это только мы иметь. Ведь в России сколько природных ресурсов, сколько всего, да? Если поделиться со всем населением, то, в принципе, люди могут жить достойно. Если столько не воровать. Ну, кому это надо, кроме народа? Кроме народа, да, никому не надо. Ну, что из этого можно получить? Задешь. Ничего нельзя получить. Ну, если человек, идет власть, и он не ворует, и не дает воровать другим, то развитие страны очень быстро начинает расти. И если идут демократические процессы, если есть конкуренция, тогда лучше занимают места те, которые они даже занимать, худше занимают те места, которые тоже они должны занимать. И страна очень быстрыми шагами начинает развиваться. К примеру, там много есть. Вот много стран есть, которые просто из руинов поднимались, из ничего, и стали сегодня одними из передовых стран. Ну, потому что они работали командой на одну какую-то цель. А у нас, если ты придешь, допустим, в каком-нибудь селе, ты стал каким-то чиновником в селе, ну, в деревне в любой. Ты приходишь и говоришь, я честный, все, будем сейчас развивать, будем выбивать бабки на благоустройство деревни. Приходишь, а там сидят лысые дядьки, которые воруют лес уже лет 50, и не собираются вообще никого пускать туда к себе. И они тебе говорят, ну, так не получится у тебя. Так, ну, у нас вот не делается. И что ты будешь делать? Но это все уже было в разных странах. А Италия не была коррумпированная? Там такие мафии были? Я вообще не знаю. Очень много стран есть, которые были коррумпированы, и да, и Америка проходила через эти свои процессы. Любая страна, главное, чтобы правильные люди пришли и перестали воровать, и продвигали демократические процессы. Что была цель. Вы правильно сказали, цель должна быть. Должна быть цель, только цель должна быть на благо страны, а не на благо кучки людей, которые тебя окружают. Поэтому все эти диктаторские режимы, они падают. Почему? Потому что эта кучка не такая уже и кучка большая. Потому что народ все равно больше. Сейчас то, что в Беларуси происходит, все, процесс уже начался. Люди, вот представьте себе, люди, толпы людей, они, Лукашенко, все, для них он уже не президент. Они ему не верят. Да, он может еще заходить в свои кабинеты, да, он еще может разговаривать там со своими подчиненными, все, но народ его не хочет. Все, он уже народ никаким образом не сможет в свою сторону взять. Потому что народ его уже презирает. Они не только ему уже не верят, они его презирают, презирают, ненавидят, желают ему самого-самого плохого. А мог бы, в принципе, уйти достойно. Это люди рабочие в профессии, это большая часть страны, но также и есть военные полиции и все остальные. Вы посмотрите, в Беларуси кто поддерживает оппозицию. IT-технологии. Причем IT в Беларуси была одна из таких довольно продуктивных и хороших. То, что мир знал. Ну да, я это знаю. На практику ребята. Ребята, белорусские программисты, они по всему миру котируются и они хорошо конкурируют с другими странами. Действительно, вот что Беларусь могла показать миру, это своих программистов. И эти люди сейчас против Лукашенко. Потому что они понимают, эти люди знают, что такое мир развит. Они не хотят жить в диктаторском, авторитарном государстве. Поэтому здесь дело только идет за временем. И у Беларуси, я думаю, все получится. Просто сколько это времени возьмет? Это уже другой вопрос. Или же они полностью опустятся в тьму диктатуры полной. И такие примеры в истории, к сожалению, тоже есть. Мне вот интересно, что будет, когда Путин уже дедушкой будет. Как этот переход произойдет и куда он произойдет, в какую сторону. Я думаю, мой прогноз такой, что Путин не будет у власти очень долго. И Россию не ждет хорошее. Потому что после всего того, что Путин натворил, а народ России позволил ему это делать, в принципе, мы тоже видим пример, что может быть. Ну не знаю, надо посмотреть. Люди, в принципе, тоже и в России знают, что происходит. Даже те, которые до сих пор включат, Путин молодец, и он такое все правильно делает, они все равно видят разницу от того, что было, что сейчас. И как страна, в принципе, постепенно катится вниз. Люди недовольны. Вот бери любые регионы. Не захотел он дальше говорить со мной. Наверное, понял, что я блогер. Есть в России люди, которые способны думать, анализировать, которые видят, что происходит, хотят изменений, по-настоящему пробуют что-то, пытаются что-то сделать. Но их очень ничтожно мало. Хотя сейчас все больше и больше людей в России становится неравнодушны. Потому что то воровство, которое окружает их, именно воруют везде, воруют все. В Советском Союзе так было. Там было нормой воровать. Вот ты общался с человеком, например, на заводе, он говорит, я на заводе работаю, и вот я там детали ворую. Второй ворует из магазина что-то, если он в магазине работает. Третий, если работает на какой-то обувной фабрике, он там ворует. Везде воровали. Вот где можно. И это считалось, как бы если ты работаешь где-то и не воруешь, на тебя смотрели как, а ты что там, ничего себе не уносишь оттуда? Как это? Для чего ты тогда там работаешь? Потому что зарплаты были ничтожно маленькие. Часто вот эти вот люди, которые бредят Советским Союзом, говорят о том, что там им квартиры давали. За те зарплаты, которые они зарабатывали, и те работы, которые они выполняли, и сколько людей жило в фрущевках, и те люди, которые жили в коммуналках, их было тоже достаточно. Как-то так, ребята, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, и мы скоро увидимся с вами. Пока.